Я начинаю. Всем привет! Рад видеть вас здесь на четвертом сезоне нашей конференции «Подлодка iOS Crew». И конкретно на этой сессии воркшоп «Как Xcode Build It проект». Рассказывать нам это будет Тимофей Солонин. Вести эту сессию буду я, и помогать мне будет Александр Андрюхин. Но мы, конечно же, будем больше молчать, а Тимофей больше рассказывать и показывать. Сразу скажу всем новоприбывшим, у нас есть чат. Вы можете туда писать все, что хотите. Только не забывайте переключить внизу настройку «Пенелист» с «Пенелист» на «Пенелист и «Аттендис». Если вы этого не сделаете, то видеть ваши сообщения будем только мы, ведущие и спикеры. Кроме того, у нас есть секция «Квей», не у нас, а в «Зуме». Вы можете найти эту кнопочку в интерфейсе и публиковать туда свои вопросы, чтобы они не потерялись. То есть в чате что-то можно проглядеть, особенно если он будет активным, а он должен быть активным. Вот в «Квей» это точно останется, и точно мы ответим на все вопросы. Вот. Ну, на этом, наверное, мое вступление. Все. Я передаю слово Тимофею. Так, всем привет. Ушарю экран. Окей. Всем еще раз привет. Меня зовут Тимофей. Я буду рассказывать вам про то, как Xcode Builded Project. Я работаю в Авито, в команде Speed, и основное направление нашей команды – это CICD Pipeline. И как следствие, нам приходится часто углубляться в то, как Xcode билдит проект. У нас вообще достаточно большой проект. У него много разных сценариев сборки. Например, когда разработчик открывает pull request, нам нужно как можно скорее все сбилдить, прогнать тесты, и чтобы код мог в девелоп помержиться. А когда разработчик что-то локально билдит, это немножко другой сценарий сборки. Там должен дебаг обязательно работать. Ну, как-то так. Вообще у нас, кроме Авито, еще целая куча разных других мелких проектов. Кли утилиты, которые мы билдим при помощи SPM. Но наш основной проект Авито мы генерируем при помощи CocoaPods. Поэтому много особенностей билда мы наследуем из CocoaPods. И поверх CocoaPods у нас еще целая куча всяких своих хаков, написанных на рубях. Мы там перепатчиваем логику этого CocoaPods. Я с вами сегодня немножко поделюсь этими деталями. Так. Рассказал вроде про нашу команду. Давайте перейдем к плану. Формат выступления у меня будет такой. Это будет в основном воркшоп. Я вам буду показывать какие-то примеры. И немножко будет презы. То, что я не буду показывать на презе. Для начала поговорим о том, что такое проектный файл. Потому что обычный проектный файл – это основа для сборки любого iOS-приложения. Поговорим про то, что такое схемы, из чего они состоят, для чего нужны. Посмотрим на таргеты, настройки билда. Может быть, вы знаете, что не все настройки билда изначально доступны в Xcode. Некоторые из них спрятаны в X-спеках. И в X-спеке тоже посмотрим. Будем заглядывать в DeriveData. Посмотрим, что нам оставляет Xcode в процессе билда. Какие там артефакты. Что в итоге компиляция получается, в итоге линкинга. И в конце расскажу вам, как мы меряем перформанс. Думаю, что многим будет интересно, полезно в своей работе, мерить перформанс тоже. Все примеры, которые я буду показывать, они будут выгружены в репу. Так что не переживайте, вы сможете потом все самостоятельно повторить, чтобы детально понять, как все это работает. И у нас будет две возможности задать вопросы в середине и в конце. Окей, супер, план у нас есть. Погнали сразу к следующему, к первому примеру. Я заготовил специальный проект. Сейчас он открывается. Давайте расскажу вам, из чего этот проект состоит. Это такое простенькое приложение, и в нем есть две фичи. Фича А и фича Б. Для контекста, чтобы вы понимали, мы в Авито фичами часто называем экраны. Например, у нас есть main page, там основная страница, и называем мы это фича main page. И есть там какой-нибудь профиль, это фича профиль. Вот здесь что-то аналогичное. У нас два модуля, два фреймворка, две фичи, в которых лежит какой-то серс-код, какие-то экранчики реализованы. И мы в Авито к своим фичам пишем тесты для того, чтобы убедиться, что когда что-то там поменялось в приложении, функции, которые мы заложили в приложении, они не отвалились. Давайте посмотрим, что у нас за тесты для фич. Окей, видим, что тут какая-то там нейтривиальная логика проверяется. И в тестах фичи Б тоже какие-то там суперсложные тесты. Здорово. Написали фичи, мы написали тесты, и встает вопрос, как эти тесты запускать. Стандартным ответом на этот вопрос будет схема. Можно создать схему, запихать туда тесты, и таким образом их запускать через Xcode или на CI, ну, как угодно на самом деле. Но есть проблема, что если мы создадим схему через UI и будем эту схему руками поддерживать, добавлять туда тестовые бандлы, то есть большая вероятность, что наш тест рано или поздно отвалится, и у нас там пол-реквест пройдет, мы будем уверены, что тесты проходят, и все замечательно, а на самом деле они просто мертвым грузом в репе лежат. Давайте я вам покажу, как сделать так, чтобы это предотвратить. Давайте закроем проект. Пойдем в папочку с проектом. Я здесь заготовил рубевый скрипт. Сейчас мы будем работать с проектным файлом из кода. Это на самом деле вообще супер-изи. Я буду пользоваться рубями и библиотекой из код-прош, потому что я с ней хорошо знаком, ее использует CocoaPods для того, чтобы генерить проектные файлы. Но есть еще одноименная библиотека xcode-project на свисте, она такая сильно более низкоуровневая, вам прям нужно хорошо разбираться, что делает, как устроить проектный файл, чтобы с ней работать. Но тоже вам очень рекомендую ее посмотреть. Так, окей, давайте импортируем библиотеку и прочитаем проектный файл. Тут все понятно. Пишем require, указываем путь до проектного файла и читаем его. Прочитали проектный файл. Теперь давайте отфильтруем все тестовые таргеты, которые есть в проектном файле. Берем таргеты и фильтруем их по типу продукта, который во время билда производит таргет. Нас интересуют юнит-тестовые бантлы. Так, окей. Теперь создадим схему и добавим тестов схемы. Вроде тоже понятно. И напоследок сохраним нашу схему и зовем схему юнит-тестами. Тоже вроде логичный. Супер. Сохраняем Ruby Script. Скопируем путь до Ruby Script. И теперь выдвинуло. Какая-то логика отработала. Давайте посмотрим, изменилось ли что-то в примере. Пойдем вот сюда вот сверху. Посмотрим схемы и видим, что у нас появилась схема с юнит-тестами. Давайте я ее выберу. Перейдем вот сюда вот во вкладочку с тестами и нажму Command-U для того, чтобы запустить тесты. Так, тесты собираются. Ну, как вы видите, ничего вообще сложного нет. Это может быть вам вот такое вот написание кода. Полезно, если у вас много тестовых бандлов. Или, например, если вы используете CocoPots с тестовыми спеками, обязательно генерите свои схемы при помощи кода. Иначе я вам гарантирую, что вы что-нибудь забудете, и у вас тест отвалится. Из практики вам говорю. Окей, супер. Прогнали тесты. Мы с вами только что сгенерили схему. Но вообще, что такое схема? Давайте зайдем в свеже сгенерированную схему и поговорим, из чего она состоит. Идем сюда, нажимаем редактирование схемы. Пойдем для начала во вкладочку Build, потому что с точки зрения Build вкладочка Build самая, наверное, важная. Перед тем, как обсудить, что здесь есть, давайте посмотрим, что происходит еще до того, как Build начинается. Я хочу поговорить про вот эти Pre-Actions. Что это такое? Обычный use case для Pre-Actions это написание каких-нибудь баш-скриптов. Тут можно, например, генерить код при помощи Sorcery, что-нибудь такое. Смотрите, сразу говорю, что я не рекомендую вам использовать Pre-Actions. Не используйте его. Если вы здесь генерите код, эта генерация код занимает какое-то время. Пока не закончит исполняться Pre-Actions скрипт, ваши таргеты не начнут собираться. Если у вас включена параллельная сборка, то вы потеряете много времени. То есть таргеты могли бы собираться параллельно, а будет исполняться вместо этого скрипт вначале. Лучше гораздо выполняйте какую-то логику, если можете, в Build фазах внутри отдельного таргета и не используйте Pre-Actions. Что здесь еще есть? Есть вот эти вот Provide Build Settings, которые позволяют использовать в виде Envo настройки одного из ваших таргетов, который принадлежит схеме. Тоже, короче, не рекомендую вам использовать эту штуку. По нашему опыту, почему-то это иногда крашит проект. Не смогу вам объяснить, почему. Давайте просто удалим этот скрипт и забудем про него. Окей, супер. Теперь поговорим про саму схему. Из чего она состоит? Схема – это просто набор таргетов, которые собираются, когда вы один из этих пяти экшенов исполняете. Вот эти два таргета, фича А, тесты фичи А и тесты фичи Б, будут собираться. И при помощи Build Options можно управлять немножко поведением того, как это будет происходить. Давайте сначала поговорим про параллелизацию билда. Сейчас я свитчу это на презу и покажу вам на примере проекта Авито. Я собрал Авито специально с параллелизацией и без параллелизации. И, как вы видите, вот у нас тачка, на которой там 6 ядер и 12 потоков. Когда мы собираем с параллелизацией, вот эти разноцветные квадратики – это всякие наши таргеты. У нас их там около 200 штук. Когда вы собираете с параллелизацией, у вас там где-то зависимости между таргетами позволяют, они все собираются параллельно. Если параллелизацию выключить, то с точки зрения билда они будут собираться последовательно. И, как вы видите, типа с параллелизацией 210 секунд и без параллелизации получается где-то в два раза больше. И вот запомните вот эту цифру – 210 секунд. Мы собираем наш проект со старой билд-системой. Сейчас объясню, почему. Когда мы свитчимся на новую билд-систему, вот просто ничего не меняешь, только новую билд-систему включаешь. Почему-то проект начинает на 40 секунд дольше собираться. Мы еще пока не можем разобраться, почему, поэтому продолжаем сидеть на старой билд-системе. Окей. Давайте поговорим про вторую галочку. Что такое Find Implicit Dependencies? По-русски это называется «нахождение неявных зависимостей». Я подготовил еще один пример. Сейчас я вам покажу, как это работает. Закроем схему. Проект. И откроем следующий пример. Из чего этот пример состоит? Смотрите, у нас есть таргет, который производит исполняемый файл, то есть само приложение. И есть библиотека. Что у нас в таргете? В таргете вот такой вот простенький файл, который импортирует библиотеку. И библиотека состоит просто из одного хедер-файла, и еще там x-код, когда будет билдить, он под капотом сгенерит имплементацию для этого хедер-файла. Окей. Давайте посмотрим, как они друг с другом сейчас линкуются. Пойдем в настройки таргета исполняемого файла. Зайдем вот сюда вот в билд фазы. И посмотрим фазу link binary with libraries. Увидим, что сейчас наш исполняемый файл вообще никак не слинкован с библиотекой. Давайте попробуем собрать. Окей. Не собралось. Если посмотрим на ошибку, то увидим, что библиотека А не найдена. Причина такая, что наш исполняемый файл начинает собираться до того, как собралась библиотека. Вполне логично. Вот здесь вот в зависимостях у нас тоже библиотеки нет. Давайте пойдем в настройки схемы. И включим здесь нахождение явных зависимостей. Теперь вот, наверное, многие из вас знают, что если я сейчас перетащу вот сюда вот в link binary with libraries фазу продукта библиотеки А, то все успешно соберется. Что такое вообще неявные зависимости? Все очень просто. Неявные зависимости – это те, которые не указаны вот здесь вот по вкладочке dependencies. Но вот эта фаза link binary with libraries – это не единственное место, где Xcode может находить свои неявные зависимости. Также он умеет парсить билд-сеттинги и там их находить. Давайте я уберу отсюда, покажу, как это работает. Мы с вами пойдем в билд-сеттинги и поищем флаги, которые Xcode передает линкеру, когда собирает проект. Билд-сеттинг называется otherldflags. Многие, наверное, им пользовались. Если мы здесь передадим указание Xcode, передать указание линкеру, сфинковаться с библиотекой А, делается это через опцию tash framework. То если мы теперь попробуем собрать проект с включенной галочки нахождения неявных зависимостей, то у нас все успешно соберется. Давайте попробуем. Ага, и как видите, все успешно собирается. Окей, пока мы еще говорим про схемы, хочу показать еще одно необычное поведение в схемах. Давайте закроем этот пример и покажу следующий. Так, что у нас в этом примере происходит? Смотрите, у нас есть такое же приложение, какое-то iOSное. В этот раз оно не совсем пустое. Давайте покажу, что во ViewController происходит. Здесь импортируется какая-то библиотека А динамическая. Во ViewController есть лейбл. Этот лейбл мы добавляем во ViewHu. Отрисовываем его по центру экрана. И текст с этим из сервиса, который нам как раз наберем из одной из библиотек. Давайте теперь посмотрим, что за библиотеки и почему их здесь две. Посмотрим сначала на первую. Видим тот самый сервис. И сервис возвращает просто название библиотеки. Так, здесь ровно такой же сервис. И снова возвращаем название нашего проекта. И обращу ваше внимание, что продукты библиотек вот этих называются абсолютно одинаковые. То есть и здесь DailyPay, и здесь DailyPay. Зачем так сделано? Иногда такое бывает, что вы пишете какой-то код, и у вас есть небольшое расхождение между тестовым поведением, что вы там в тестах хотите сделать. И между тем, что у вас происходит в продакшене. Например, вам нужно какие-нибудь моки поддержать, что-нибудь такое. Можно обмазаться, конечно, предкомпиляционными флагами. Это не всегда бывает удобно, особенно когда расхождение по логике прям очень большое. И иногда бывает проще написать какой-то отдельный набор кода, который будет в тестах использоваться, и другой, который будет использоваться в продакшене. Называйте просто продукты одинаково, и все у вас будет работать. Можно просто любую библиотеку подбрасывать. Все нормально слинкуется и скомпилинется. Давайте теперь посмотрим, с чем у нас сейчас линкуется исполняемый файл. Пойдем в настройки таргета, и увидим, я здесь специально пока что все убрал. Давайте попробуем слинковаться с продакшен-версией библиотеки. Для этого перетащим вот этот продукт вот сюда, в фазу link binary with libraries. И еще перетащим вот сюда, в фазу имбейдинга фреймворков. Эта фаза копирует фреймворк внутрь app-бандла в папочку, в данном случае frameworks. Окей, давайте попробуем собрать и посмотрим, какое поведение мы получим. Так, каким-то образом мы вроде линковались с продакшен-библиотекой, но получили тестовое поведение. Что это вообще за магия, как это работает? Давайте пойдем в настройки схемы, и я покажу. Идем в схему, заходим вот сюда вот в run, и я поставлю nf, который называется dyld print nf. У dyld на самом деле, что такое dyld? dyld – это динамический линкер, когда ваше приложение стартует, он подлинковывает код в ваше приложение. И у dyld есть целая куча разных nf, которые влияют на его поведение. А вот dyld print nf заставляет, как понятно из названия, распечатать nf, с которым запускается приложение. Еще раз посмотрим здесь в консольку, что изменится. Увидим, что у нас здесь целая куча всяких nf. И если мы посмотрим, здесь будет такой интересный nf – dyld framework path. Это пути, в которых dyld будет смотреть зависимости перед тем, как посмотрит их в каких-то других путях, которые зашиты внутри бинаря. Смотрите, и здесь будет путь до нашей тестовой библиотеки. Как он сюда попал? Когда вы запускаете свой проект через Xcode, то Xcode любезно вам вставляет пути до всех dependencies, которые указаны у вас явно. То есть даже если вы с ними не линкуетесь, Xcode все равно вставит до них пути. Это сделано для того, чтобы вы когда там, если забыли что-то слинковать, дебажите что-нибудь через Xcode, чтобы у вас в любом случае все работало. Инженеры Xcode вставляют эти пути. Так, и хочу еще кое-что показать. Если вы… давайте попробуем выгрузить это приложение из памяти. И теперь запустить чисто через симулятор. И мы увидим другое поведение. Будет теперь production. Библиотека подгружаться, потому что, когда вы запускаете просто через симулятор, никакие N-вы не прокидываются, и у вас линкуется та библиотека, которая лежит в папочке фреймворков, которая вот здесь вот была встроена через фазу embed frameworks. Это поведение, оно… вы с ним можете столкнуться в двух кейсах. Во-первых, если вы используете… ну, про который я знаю. Если вы используете CocoaPods, и у вас там целая куча всяких каких-нибудь сабспеков импортируется, иногда такое бывает, что в граф зависимости исполняемого файла попадает несколько версий сабспеков одного и того же пода. И в этом случае имейте в виду, может быть такое, что вы будете запускать через Xcode, у вас будет одно поведение, будете запускать на CI, будет вообще другое поведение. Второй кейс – это если вы пишете клеи-утилиту. Если вы в своей клеи-утилите запускаете какие-то другие клеи-утилиты, скажем, пишете какую-нибудь там кастомную код-генерацию и запускаете Sorcery, когда вы будете запускать свою клеи-утилиту через Xcode, если вы пользуетесь опихами процесс или ns-task, то они по дефолту наследуют env. И вот весь этот env, который я вам Xcode вставил, все запущенные патчи и процессы тоже получат, если вы явно его не убираете. Так что имейте в виду, я вот прям с двумя вот этими кейсами сталкивался. И хочу еще пару слов сказать, причем здесь сборка. Когда я узнал про это поведение, мне пришла в голову такая идея, что можно убрать вот эту фазу, поскольку мы используем CocoaPods, там запускаются скрипты, и мы полностью выпилили для локальной сборки скрипты, которые копируют фреймворки внутрь АПП-бандла, и у нас все ровно так же работает, абсолютно нормально. То есть для разработчиков никаких изменений не увидели, но при этом чуть-чуть быстрее собирается локально. Окей, поговорили про схемы, и вот здесь вот мы сидим в билд-фазах. Давайте теперь поговорим про билд-фазы. Что здесь интересного есть? Закрою этот пример и открою следующий. Давайте перед тем, как проговорить про основные билд-фазы, предлагаю посмотреть фазу запуска скриптов. Для того, чтобы ее проиллюстрировать, как она работает и что здесь можно настроить, пока все галочки отключу, я специальный скриптец заготовил. Ссылка на все вот эти штуки, которые вы здесь видите, тоже будет, так что не переживайте. Этот скриптец, что он будет делать? Он выводит notification, такой справа сейчас увидите, и пишет output-файл. Про output-файл тоже сейчас объясню, зачем он нужен. Давайте с билдем посмотрим, что получается. Видим, что появился вот такой вот notification. Говорит нам о том, какой продукт мы сейчас собираем. Для чего нужны вот эти input и output-файлы? Все очень просто. Input и output-файлы – это оптимизация. Давайте предположим, что вы в своей билд-фазе, опять же, генерите код, выполняете какое-нибудь действие, которое занимает много времени. Ну да, генерация кода. Зачем вам генерить код каждый раз, если вы его уже сгенерили? Можно его сгенерить один раз, проверить, что исходные файлы, из которых вы генерили, не изменились, и что output-файлы присутствуют. И в таком случае Xcode не будет еще раз прогонять вашу фазу запуска скриптов, и вы немножко сэкономите на инкрементальном билде. Для этого я здесь пишу как раз output-файл. Давайте вот этот output-файл вставим вот сюда, вот в output-файл. И нужно галочку нажать, вот это Base Don't Dependency Analysis, который, собственно, будет проверять импут и output-файлы. И теперь, если мы первый раз соберем, то увидим notification. И теперь, если еще раз соберем, то notification не будет. Вот эта галочка вторая, for install builds only, она нужна, она будет исполнять ваш скрипт, когда вы архивируете проект. Зачем это может быть нужно? Ну, наверное, самый частый use case – это если вам перед релизным билдом в App Store нужно там что-нибудь пострипать или какие-нибудь архитектуры вырезать, которые из толстого бинаря, которые там нерелевантны для релиза. Можно использовать вот эту галочку. Так, что такое show environment variables in build.log? Давайте сбилдим еще раз, сейчас покажу. Пойдем вот сюда, вот в report навигатора, откроем последний билд и поищем, как запускался наш скрипт. Он у нас назывался run script просто. Вот он. Теперь раскроем и посмотрим, что там вызывалось. Если поставить вот эту галочку «показывать nv», то вы здесь вначале увидите кучу вот этих экспортов. Это nv, который xcode передает внутрь вашего скрипта и который вы можете использовать при помощи какого-нибудь большого синтексиса. В основном тут будут билдсеттинги, таргеты, которые сейчас собираются, то есть которому принадлежит скриптовая фаза. Ну, давайте про вот эту скажу. Что это такое? Если честно, понятия не имею. Вообще .d файлы создает билд-система, когда находит зависимости между двумя файлами во время билда, то есть зависимости, которые заранее не были объявлены. Я знаю про юзкейс в хедер-файлах, но в фазах запуска скриптов понятия не имею, зачем это нужно, так что ничего не смогу вам, к сожалению, рассказать. Окей, давайте уберем фазу запуска скриптов, посмотрим, что еще есть. Первое – это зависимости. Тут указываются зависимости на другие таргеты, которые должны собраться перед тем, как начнет ваш таргет собираться. Для старой билд-системы, мне кажется, всегда актуально. Для новой билд-системы на 100% не уверен. В новой билд-системе вроде как таргеты могут начинать собираться чуть раньше, не обязательно, чтобы они последовательно, как в депенденции указано, собирались. Потом фаза компиляции. Видим здесь три source-файла. Это как раз source-файлы, которые будут у нас компилироваться. Давайте поговорим, что такое компиляция. Пойдем снова в билд-лог и поищем вот эти три файла. Отфильтруем билд-лог по слову compile. И, собственно, увидим компиляцию наших трех файлов. Какой output у компиляции? Что там важного есть? Давайте заглянем в DeriveData и я покажу. Открываем DeriveData. Идем в папочку с нашим проектом. Билдс. Потом идем в Intermediates. Наш таргет. И у него здесь будет такая бабочка Objects Normal. Наша архитектура, для которой мы сейчас собираем. И самый главный output у фазы компиляции – это точка O-файла. Вот в точке O-файлах лежит машинный код, который слинкуется. И в зависимости от того, какой продукт у вас линкуется, так этот машинный код и будет исполняться. Точка O-файла – это не единственный output компиляции, но, наверное, самый важный с точки зрения исполнения кода. Вот видим здесь наш AppDelegate и объектник для ViewController. Про компиляцию вроде поверхность непонятна. Что такое линковка? Линковка. Давайте пойдем снова в BuildLock и поищем ее там. Так, вот линковался наш исполняемый файл, то есть само приложение. Раскроем. И увидим, что для линковки Xcode вызывал Clank. Вообще, многие, наверное, знают, что Clank – это компилятор. Компилятор Objective-C, C, C++ и так далее. Но на самом деле, когда Xcode вызывает Clank, Clank ничего не компилирует, он там под капотом вызывает LD. Поэтому, если вы хотите что-то про линковку узнать, смотрите документацию к LD. А не к Clank. В Clank вы про линковку особо ничего интересного не найдете. Только с точки зрения компиляции. Так, и теперь хочу рассказать еще, куда кладется output линковки. Идем снова выдирать дату. В этот раз пойдем не в Intermediates, а в продукты. Здесь увидим наш АПП-бандл. И внутри АПП-бандл будет исполняемый файл. Это само приложение, самый главный файл, где у нас мейн лежит. Вот это, собственно, продукт линковки. Линковка собирает все объектники вместе и линкует их в данном случае исполняемый файл. Еще хочу сказать, что если местами их поменять, то ничего плохого не произойдет. Билд-система, она не глупая и знает, что сначала нужно скомпилить файлы, а потом слинковать. Так что не бойтесь их местами поменять. И можно, кстати, удалить фазу линковки. И все равно ваш проект будет линковаться. Xcode не будет просто компилить и не линковать. То есть я не знаю, можно ли это отключить, можно ли сказать Xcode, чтобы он не линковал проект. Так, потом у нас идет фаза Copy Bundle Resources. И у нее есть необычное немножко поведение. Смотрите, у нас здесь два сториборда и ассет каталоги. Xcode их обрабатывает. Он не просто их копирует с интербандлами, но еще небольшое поведение с ними делает, необычное. Давайте покажу снова в билд-логе. Так, поищем здесь сториборд. Вот, допустим, возьмем наш launch screen. И увидим, что Xcode вызвал для сториборда IB-tool. IB-tool – это инструмент, который компилирует ваши сториборды. Так что они там будут кое-как еще обработаны, когда копируются внутрь АПП-бандла. И то же самое для ассет каталога. Здесь вызывается уже AC-tool, специальная тулза для ассет каталога. Если Xcode в этой фазе ничего не знает про тип вашего файла, который вы сюда засунули, то он просто его внутрь бандла положит, и ничего интересного не будет. Давайте еще пару слов про build rules скажу. Что такое build rules вообще? Build rules – это то, как нужно обрабатывать ваши файлы. И по дефолту все build rules, они уже настроены. Типа, что нужно там свифтовые сорцы компилить с свифтовым компилятором. Но еще тут можно какие-нибудь кастомные build rules написать. Например, можно поддержать другой язык или там транспиляцию из Явы в Objective-C, какой-нибудь такой кейс. Но мы build rules не пользуемся, и вообще им почему-то очень мало кто пользуется в индустрии. Поэтому я про build rules вам ничего особо интересного не расскажу. Окей. Посмотрели в build фазы. Тут еще есть фаза имбейдинга фреймворков, и не только фреймворков. Она просто копирует какие-то бинарные ресурсы внутрь одной из папочек, внутри вашего бандла. Вот теперь про build фазы поговорили. Для чего вообще этот пример? Мы еще в нем ничего не смотрели. Давайте посмотрим, что здесь за сорцы. Увидим здесь дефолтный view контроллер. Пока ничего интересного. Предлагаю сделать вот что. Давайте удалим импорт UI Китая и посмотрим, что произойдет. Build. И, в общем-то, неудивительно, сборка проекта развалилась. Давайте теперь добавим фреймворк Objective-C, и я покажу вам необычное поведение. Идем вот сюда вот, нажимаем плюсик. Создаем фреймворк. Убедимся, что он Objective-C фреймворк. Давайте его прям так назовем, фреймворк. И импортируем его сюда во внутрь view контроллера. Окей, попробуем собрать еще раз. Пока еще ничего не собирается. Странно, зачем оно должно было собираться? Пойдем теперь в хедер файл фреймворка и добавим сюда импорт UI Кита. Попробуем собрать еще раз. И какая-то магия. ViewController собирается. Мы вроде не импортировали UI Кит, но через импорт фреймворка UI Кит экспортировался. И давайте еще попробуем Mixed Language Framework создать, чтобы в нем был одновременно и Swift, и Objective-C. Создадим внутри фреймворка свифтовый файл. Так, убедимся, что он является частью фреймворка. Вот здесь вот. Давайте его так назовем, Swift File. Удалим здесь все. И попробуем создать какого-нибудь наследника UI View, скажем. И давайте сразу его во ViewController используем. Попробуем собрать. Так, и видим, что у нас успешно все собирается. То есть мы создали Mixed Language Framework. В нем Swift File, в котором мы не импортируем UI Кит. У нас здесь создается нормальный наследник UI View. И здесь во ViewController тоже ничего не импортируем. И при этом можем использовать UI Кит. Каким образом это работает? Давайте пойдем в Дерайв Дату, и я покажу вам, что Xcode вам не показывает в UI, но что есть в Дерайв Дате. Так, найдем папочку нашего проекта. Он называется вот Import Underline Module. Пойдем снова в Intermediates, в папочку с билд артефактами фреймворка. И увидим здесь такой интересный файл, который называется Module.ModuleMap. Что это такое? Давайте я его в Sublime открою, и мы его поковыряем. Здесь будет вот такой Umbrella Header, импорт фреймворка нашего фреймворка. Еще здесь будет экспорт со звездочкой. Что еще интересного? Еще тут вот такой вот модуль Framework.Swift. Он позволяет использовать другим фреймворком, импортировать ваш фреймворк. Если, короче, и из Objective-C кода вот этих других фреймворков использовать свифтовую часть вашего фреймворка. Немножко забыть, получилось, но как-то так. А что такое Module.MapFile? Module.MapFile – это декларация Clang-модуля. И чтобы немножко разобраться в том, что это такое, я предлагаю написать свой собственный Module.Map. Давайте закроем этот. Пойдем в папочку с проектом. Я тут специально пустой Module.Map заготовил. Сейчас мы в нем сгенерим код, который очень похож на тот код, который нам создал X-Code во время билда. У нас будет тоже импорт хедера, но не будет никаких экспортов. Давайте сохраним Module.Map, и я покажу, как его подключить. Идем вот сюда вот, в настройки нашего фреймворка, в его билд-сеттинге. И здесь есть, ищем билд-сеттинг, который называется Module.MapFile. И указываем путь относительно того, где лежит наш проектный файл. Давайте попробуем собрать проект еще раз, посмотрим, получилось ли другое поведение. И видим, что автоматически экспорт UI-кита отвалился. Если мы пойдем теперь в Module.Map, и здесь прям явно напишем «экспортируй, пожалуйста, UI-кит». И попробуем собрать проект еще раз, он снова начнет собираться. Вот, короче, за счет магии клэнг-модулей работают такие автоматические экспорты всяких самых разных фреймворков. Если вы когда-нибудь удивлялись, почему, когда вы начинаете использовать CocoaPods, можно перестать импортировать UI-кит, то причина как раз в этом. CocoaPods генерит umbrella-хеддеры с импортами UI-кита и генерит модуль-мапа, который экспортирует импорт UI-кита. По нашему опыту, я вам не очень рекомендую полагаться на это поведение, в очень больших проектах это сильно замедляет дебаг. То есть дебагер начинает просто нереальное количество времени и инициализироваться. Так что если у вас большой проект и тормозит дебаг, возможно, причина как раз в этом. Так, окей. И пока мы еще говорим про клэнг-модули, хочу пару слов про PCM-файлы сказать. Когда вы используете клэнг-модули, у вас в derived data в папочке module-cache.noindex появятся вот такие вот PCM-файлы. Вообще PCM-файлы нужны клэнгу, чтобы по 100-500 раз не пропаршивать хедер-файлы. Но иногда они почему-то приводят к каким-то проблемам в компиляторе свифта. Компилятор свифта импортирует внутрь себя часть клэнга и с этими PCM-файлами тоже умеет работать. Как это выглядит? Сейчас я сфичнусь на презу и покажу. Выглядит это так. У вас будет вызов компилятора свифта, потом там огромный stack trace, который говорит о том, что компилятор где-то упал. И в конце будет segmentation fold, что-то там. Короче, когда такое видите, просто смело удаляйте свой модуль кэшного индекса, это должно все полечить. И если вы еще подробнее про модули хотите узнать, я вам очень рекомендую посмотреть лекцию номер 415 с ВВДЦ 2018 года. Там подробно и про компилятор, и про билл-систему, и про линкер, вообще про все подряд. Окей. Поговорили про клэнг-модули. Сейчас будем говорить про тесно связанную тему автолинкинг, но перед этим я предлагаю задать вопросы, если они у вас есть. Вопросов тут просто тьма. Я даже думаю, что на все мы точно не успеем ответить. Ну, можно начинать. Я самый залайканный, наверное, на конец опущу, потому что там про систему зависимости указанная. А к чему-нибудь более тесно мы перейдем. Указанная зависимость внутри в билл-сеттингс, указание, вернее, зависимость внутри в билл-сеттингс имеет какие-то преимущества по сравнению с линк-вив-лайбрарис? Зачем может понадобиться указывать зависимость в билл-сеттингс? Я не знаю ни про какие профиты. Вообще, я вам очень рекомендую указывать зависимости явно, если вы можете это сделать. Потому что бывает у указаний зависимости в билл-сеттингах есть небольшие сайд-эффекты. Я чуть позже покажу, когда буду рассказывать про тестовые бандлы. И еще почему-то иногда не все зависимости подбираются из билл-сеттинга. То есть иногда X-код понимает, что что-то является зависимостью, а иногда не понимает. Но вот в случае с библиотекой, которую вы создали сами, и она у вас лежит внутри X-кода, он всегда поднимает. Но иногда и внешние зависимости, иногда тупит. Да. Так что, если можете, указывайте явно. Если не можете, ну, полагайтесь на дефолтное поведение X-кода. Скорее всего, у вас все само соберется. Отлично. Следующий вопрос у нас от Владислава. В чем отличие между link binary libraries, dependencies и frameworks and libraries target? Так, frameworks and libraries фаза, она, по-моему, вот здесь вот во вкладочке general. Ну, и embedded frameworks тоже туда добавляют. То есть вот есть несколько секций, получается, чем они отличаются друг от друга. Смотрите, я не на 100% уверен, какое здесь поведение. Вообще, по вкладочке general у вас все те же самые настройки, которые есть в билл-сеттинге. То есть вы, когда в вкладочке general что-то меняете, у вас просто меняются билл-сеттинге на самом деле. Так что я думаю, что, если честно, разницы, ну, разницы между frameworks and libraries и link binary with libraries фаза особо никакой. Возможно, если вы сюда премворк добавляете, то он еще и копируется сразу автоматически. Думаю, что это такое. Но, если честно, мы UI просто не пользуемся, поэтому супер точно не знаю, за что вот эта штука отвечает. А потом фаза имбейдинга фреймворка, вот здесь вот внутри. Про это правильно был вопрос? Она просто копирует ваш фреймворк внутри АПП-бандума. Смотрите, вот здесь вот. Пойдем в Derive Data. Посмотрим продукты. И здесь будет папочка Frameworks. Вот эта фаза имбейд фреймворк, она говорит Xcode, я здесь копирую ваш бинарный ресурс, фреймворк, внутрь этой папочки. Чтобы когда проект запускался, Xcode мог здесь свои приложения, могло здесь свои динамические зависимости поискать. Я про это еще немножко расскажу, чуть дальше. Окей. Так. Следующий вопрос от Алексея. Используете ли вы какие-нибудь библиотеки для тестов или пользуетесь стандартными XC-тестами? Мы используем, у нас есть своя собственная библиотека, называется она Mixbox. Давайте я вам ее немножко порекламую. Mixbox позволяет вам запускать тесты, писать одни тесты и для in-memory тестов, и для XUI. Быстренький, вот про то, что такое XUI. Короче, XUI, когда запускает ваши тесты, он запускает специальный процесс, который управляет вашим приложением, который он там выявляет кучки для того, чтобы управлять вашим приложением. И, по сути, то, где у вас запущены тесты, оно никак не соединено с тем, где тесты ранятся. То есть, все это работает через IPC. Mixbox позволяет вам писать абсолютно одинаковые тесты. Во-первых, Mixbox поддерживает возможность писать тесты прямо внутри приложения. То есть, вы можете там прям свой DI влезть и что-нибудь подмокать, посмотреть стэк view-контроллеров, еще что-нибудь такое. И позволяет писать в том числе тесты на XUI. И делать это при помощи одного и того же синтеза. Посмотрите, может быть, вам будет интересно. Окей, да, пишут все-все-все-все, заодно и про тесты поговорили. Так, окей. Следующий вопрос от Никиты. Не замедляется ли билд с Find Implicity Dependence с флагом? То есть, если этот флаг поставить, не будет ли билд медленнее? Я бенчмарковал, не замедляется. Я немножко... В самом конце я буду рассказывать, как замерить перформанс билда. И там есть флаг один, который позволяет посмотреть, сколько Xcode тратит на свою внутреннюю логику. На свою внутреннюю логику он тратит совсем немного времени. Я постараюсь в конце учесть этот вопрос и рассказать, как это посмотреть. Окей. Тут вот спрашивают, какой инструмент был использован на слайде Paralyze Builds, там, где вот эти времени билда было показано, чем собирали. Про это будет в конце. А, окей. Окей. Так вот, Атаны, сколько схем обычно вы используете в своих решениях и от чего зависит выбор схемы? Сколько схем мы используем? Смотрите, у нас есть... У нас много схем. Во-первых, у нас есть автоматически георирующиеся при помощи CocoaPods схемы для каждого... У нас у каждого модуля, который подпекается для CocoaPods, есть тесты. И для каждого вот этого модуля генерится проектный файл. В проектном файле генерится таргет для модуля и плюс тестовый таргет для его тестов. И для всех этих сущностей еще генерится схема поверх, чтобы ты мог собрать все, что угодно индивидуально. Это вообще CocoaPods сделать из коробки. И кроме этого у нас есть юнит-тестовая схема, схема с компонентными тестами. Вот это то, что я вам про in-memory-тесты в Минтоксе рассказывал. Это как раз вот это. И функциональные тесты, которые при помощи MCUI работают. Мы это делаем для того, чтобы немножко ускорить билд на CI. Вообще можно там все вместе собирать, но оно будет немножко долго собираться, и тесты не сразу будут таргетовать. Поэтому мы тратим утилизацию нашей фермы MacMinic, которые все билдят и запускают. И чуть быстрее у нас полурекраса проходит. Не уверен, что это понятно, получил это действие. Показать, к сожалению, не смогу. Окей. Вопрос есть от Сергея. Как собрать кланг-модуль из обычной CI-библиотеки, чтобы его потом к проекту подключить? Я рекомендую попробовать воспользоваться framework, который по дефолту клинит Xcode. Так, смотрите. Вообще кланг-модуль включается вот здесь. Вам нужно посетить defines-модуль. Кланг-енейбл-модуль. И, по-моему, что там нужно? Продукт-модуль-нейм нужно указать. Где он там? Ну, короче, действующий билдсетинг, продукт-модуль-нейм. Я рекомендую попробовать сгенерить фреймворк и в него встроить хишный код, потому что по дефолту Xcode, когда вы создаете фреймворк, уже все билдсетинги настраивает так, чтобы они были модулем. Окей. Тут есть еще два вопроса, очень похожих от Киты и Максима. Первый. Как влияет количество подпроектов модулей на скорость билда? И есть ли какое-то ограничение на подпроектах в одном проекте? И второй. Не влияет ли использование вот этих фреймворков для каждого экрана или для каждой причины? То есть, опять же, их количество на скорость запуска приложения. Так, давайте отвечим на первый вопрос. Количество проектов не влияет на скорость билда, но, возможно, оно влияет на скорость работы комплишера в свихте. Если вообще большое количество модулей вызывает очень большие проблемы в комплишере в свихте, но сборку не замедляет. А второй вопрос про что был? Второй вопрос был, не замедляет ли время запуска. Холодный старт приложения. Ага. Большое количество динамической зависимости замедляет время запуска. У меня будет, я чуть дальше буду рассказывать про линкинг. И у меня там есть ссылочка на доклад моего коллеги Тимура, где он рассказывает, как мы немножко модифицируем линковку приложения для того, чтобы ускорить время запуска. И у нас не все зависимости линкуются на старте. Мы там специально кое-что подхачиваем. Я рекомендую вам его доклад посмотреть. Я думаю, что все станет понятно, как у нас это устроено. Это очень большая информация про линковку. Давайте, наверное, на это откажем. А то у нас... Да, да, да. Мы ответили на малое количество вопросов. Наверное, стоит пекать дальше докладу. И там в конце, если получится, ответим. А если нет, то мы их все скопируем, перекинем в канал спикера, и там можно будет текстом пообщаться, уже ответить на все вопросы, чтобы ничего не упустить. Напишите в чате, я постараюсь ответить. Напоминаю, мы поговорили про кланк-модули. Теперь будем говорить про автолинк. Это очень тесно связанная тема, потому что автолинк работает как раз на кланк-модули. Погнали, следующий пример. Что у нас в этом примере есть? Во-первых, у нас здесь есть exy-config. Пока что он пустой. Кроме этого exy-config у нас есть viewcontroller, который импортирует какую-то библиотеку A и использует символ из этой библиотеки. Но самой библиотеки пока что нет. Давайте ее создадим, и я покажу, как ее подключить. Идем, создаем framework. Называем его libpain. Framework создался. И по дефолту, когда вы создаете framework, он у вас вот сюда добавится в фазу link-binary with libraries. Давайте его отсюда уберем и попробуем собрать проект. Проект собрался, но как же это работает? Почему мы убрали framework из фазы линковки и все равно все успешно слинковалось? Давайте посмотрим в report-навигаторе, в build-логе. Может нам xcode какой-нибудь там подсунул все равно референс на этот libpain. Каким-то таким образом это работает. Идем в report-навигатор. Ищем линковку. Вот она. Давайте я скопирую прям то, что микс-код вызывал. Ставлю в sublime. И поищем здесь упоминания libpain. Может быть, они здесь есть. Ищем упоминания libpain. И их здесь не будет. Потому что на самом деле xcode их сюда не вставлял. Так откуда же линкер вообще узнал, что нужно слинковаться с этой библиотекой? Ответ на этот вопрос – это автолинкен. Что такое автолинкен? Автолинкен – это такая фича, которая позволяет не указывать явно для линкера то, с чем ему нужно линковаться. Это за вас сделает компилятор. Сейчас я покажу, как компилятор это делает. Давайте напомню, что мы импортировали библиотеку вот в этом source-файле, view-контроллер. Давайте пойдем и поищем, где он компилировался. И найдем путь до объектника, который произвел компилятор. Скопируем этот путь. Для того, чтобы прочитать вот эти хедеры, которые наставлял компилятор для линкера, воспользуемся утилитой O-Tool с вот такой вот маленькой L. И отфильтруем output O-Tool по хедеру, который называется LC-linker-option. Увидим здесь целую кучу всего. В частности, увидим упоминание нашей библиотеки A. Именно вот за счет автолинкинга X-код линкер не ругается и ничего не просит. Линкует то, что ему сказал компилятор. Вот это поведение с автолинкингом, его можно отключить. Есть два способа. Можно, во-первых, сказать компилятору, чтобы он LC-linker-option не вставлял. И можно еще сказать линкеру, чтобы он LC-linker-option не читал. Я вам не очень рекомендую его отключать, потому что, в противном случае, вам придется все это руками указывать, иначе у вас ничего не слинкуется. И остается вопрос. Здесь мы видим указание на то, что такое линк A, что нужно с ним слинковаться, но при этом непонятно, где линкер будет его искать. Давайте вернемся в вызов линкера, и я покажу, как линкер его нашел. Пути до папки, где линкер будет искать фреймворки, указываются через опцию Gash. Если мы ее поищем, то вот, собственно, мы ее найдем. Искать он будет вот в этой папочке. Если мы ее откроем, то увидим, что это папочка, в которую Xcode складывает дефолтный build-dir Xcode. Эту папочку, ее не нужно указывать руками, она у вас, Xcode ее автоматически вставляет, и здесь линкер всегда будет искать свои зависимости. В частности, вот, собственно, библиотека A. Здесь линкер ее и нашел. И если вас еще интересует, как линкер нашел всякие там UI-кифты, тут еще есть всякие системные библиотеки Xcode, цвета, которые прилинковались, эти пути, они зашиты прямо в линкере в самом. Их можно отключить, есть опция для этого, но я не уверен, зачем это делать, но имейте в виду, что если что, можно отключить. Окей, мы создали библиотеку A, эту библиотеку мы пораринтовали, но не все библиотеки, мы сами пишем, не все их сами компилим, иногда нам библиотеки из вне приходят. Например, мы там можем платить какую-нибудь Google рекламу, включить или Яндекс.Карты. Давайте покажу, как это сделать. Пойдем в проект. Давайте сначала покажу, где эта библиотека лежит. Я ее положил вот сюда, вот рядом с проектным файлом, в папочку frameworks. Вот она, оригинально названа библиотека B. Сейчас будем ее подключать. Вообще, ее можно просто в UI перетащить, и Xcode вам вставит целую кучу всяких билдсеттингов, чтобы у вас все скомпилилось и слинковалось. Но на самом деле, библиотеку даже не обязательно в UI перетаскивать, чтобы все нормально работало, и компилилось, слинковалось, и чтобы подсветка работала. Это можно сделать просто через билдсеттинги. И для того, чтобы сделать это через билдсеттинги, познакомимся с XConfig. Пойдем в XConfig. Давайте расскажу, что такое XConfig. XConfig – это те же самые билдсеттинги, которые вы указываете в проектный файл. Единственное отличие, что XConfig удобно хранить под бетон, а проектный файл не очень удобно хранить под бетон. Ну, наверное, это все. Что тут можно делать? Давайте сначала покажу, как его вообще подключить. Создаете XConfig, добавляете себе проект куда-нибудь. После этого нужно пойти в настройки проекта. И здесь у вас будет вот такая вкладочка Configurations. Для каждого таргета можно просетить XConfig. Они у меня уже поставлены. Что можно в XConfig интересного делать? Можно, например, сделать вот так. Вот этот флаг GCC Genoid Debugging Symbols, он включает или отключает дебаг. Да, включает или отключает дебаг. Смотрите, что я здесь делал. Я отключаю дебаг для всех архитектур, которые начинаются на x86. То есть, например, если мы конфидим для x86-64, то дебаг у нас не должно быть. Сохраним этот XConfig. Пойдем в Build Settings. И если мы теперь поищем весь этот build-сеттинг, то увидим, что у нас в UI показано, что дебаг отключен для всех архитектур, которые начинаются на x86. Здесь еще можно управлять, можно там версию SDK указать, можно конфигурации ограничить. Целую пучку разных настройок есть. Можете погуглить, есть гайды прямо по тому, как эти xConfig не писать. Второе, что хочу показать, это вот такой вот важный флаг, называется InHeld. Что такое InHeld? Когда вы задаете какие-то build-сеттинги, build-сеттинги приходят на разных уровнях. У вас есть системные дефолты, которые просто идут по дефолту. Есть настройки проекта, настройки в xConfig, настройки таргетов в UI, который самый приоритетный. Флаг InHeld позволяет на каждом уровне унаследовать значения с уровня ниже. Вот этот product-module-name, это такой build-сеттинг, который позволяет управлять тем, под каким именем будет импортироваться ваш проект, ваш таргет в ходе. То есть вы пишете, например, на библиотеку, можно написать кастомный product-module-name, и в ходе вы будете импортировать ее так, как написано здесь в product-module-name. Я пользуюсь этим флагом InHeld, чтобы задать префикс своей библиотеке. Если мы теперь сохраним xConfig, и в UI пойдем поищем product-module-name, нужно здесь переключить show values, и увидим, что у названия моего продукта появился предпись. Если вот здесь вот в Levels посмотреть, окей, короче, в Levels можно вообще посмотреть, откуда ваши build-сеттинг приходят. Видно, что сначала iOS и default идут, потом настройки проекта, настройки конфига и настройки таргета. Я не знаю, почему не показывается дефолтное имя, но, короче, по дефолту product-module-name равен названию вашего таргета. Окей. Давайте напомню, мы подключали библиотеку B, которая в папочке Framework снижала. Пока что удалим эти build-сеттинги. Пойдем в обе-контроллер и попробуем импортировать библиотеку B. Так, собираем проект. И видим, что у нас ничего не собирается, потому что мы еще ничего не указали. Можно, конечно, пойти во все конфиг и начать там сразу что-то шаманить какие-то, подсовывать пути и так далее. Я вам не очень рекомендую так делать, потому что если у вас большой проект, вы будете очень долго ждать, пока проект будет пересопираться. Вместо этого предлагаю воспользоваться следующей тактикой. Пойдем в build-лог, посмотрим, что у нас упало. Видим, что упала компиляция. Возьмем и прямо скопируем то, что Xcode вызвал. Я тут заготовил баш-скрипт, в котором мы сейчас будем дебажить, что там компилятор вызвал. Опции путь до упапа, где компилятор будет искать свои зависимости, фреймворки. Они точно так же указываются, как для линкера, через опцию .chr. Вот она. И тут будет, собственно, та же самая папка до build-лог, который в вход к дефолту вставляет. Но папки до нашего фреймворка здесь нет. Давайте ее вставим и посмотрим, полечит ли это проблема. напишу .chr. Пойду скопирую путь до упапки с фреймворками. Ставлю сюда. И теперь запустим наш баш-скрипт. Окей, видим exit status 0. Все у нас успешно слинковалась и померзнулась. И теперь мы знаем, в чем проблема. Проблема была в том, что у нас отсутствовал searchpad. Давайте я покажу, как его в build-setting поставить. Идем в xe-config и добавим сюда build-setting, который называется framework searchpads. Этот build-setting он одновременно укажет и компилятору, и линкеру, где искать их зависимость. То есть и компилятору, и линкеру вставляем. Вот этот путь. Попробуем скомпилить. Окей. И видим, что здесь UI немножко подвис. Можем попробовать воспользоваться. Давайте перейдем внутрь библиотеки и посмотрим ее интерфейс. Видим, что мы не добавляли никуда ее в UI, но интерфейс видим. И можем прям код из нее какой-нибудь использовать. Там у нас был сервис объявлен. Делаем. Поспользуемся этим сервисом и распечатаем текст. Избилдим, все работает. Окей. Еще пару слов про xe-config хочу сказать. В xe-config можно на самом деле очень сложную логику написать. Здесь можно сдавать всякие build-setting, которые не являются build-setting. Их можно экспендить при помощи синдексов, который очень на баш похож. Еще можно xe-config друг в друга инклюзить. Я вам все это очень не рекомендую делать, потому что написать тест на xe-config нельзя. Можно только посмотреть, как x-code интерпретирует ваши xe-config. Лучше xe-config не едите из кода и делайте их как можно проще. Потому что написать тест на свой код не проблема, написать тест на xe-config нельзя. И я еще сказал, что фреймварк Search Pass вставляет пути для поиска зависимости и для линкера, и для компилятора. вот если вы хотите что-то одно компилить, а линковать уже что-то другое, вам придется пользоваться, указывать вот эти пути напрямую линкеру и компилятору. И я оставлю ссылочку на доклад моего коллеги Тимура Люсипова, где он рассказывает, как мы таким образом ускоряем запуск нашего приложения. Кто-то спрашивал как раз про то, не влияет ли это на время запуска. Динамические зависимости влияют на время запуска, особенно когда их очень много. Тимур рассказывает, как мы их превращаем в статические зависимости. И у нас не все линкуется на старте, многие вещи линкуются динамически в рантайме при помощи опихии диалога. Окей. Давайте проверим, что я ничего не забыл. Супер. Мы поговорили про пути, которые нужны компилятору и линкеру для того, чтобы ваше приложение собрать. Но есть еще одни важные пути, это то, где приложение будет искать свои динамические зависимости. Эти пути называются RunBuds. Давайте я покажу, как узнать, где приложение будет искать свои динамические зависимости. Пойдем внутрь app-бандла и скопируем путь до исполняемого файла, то есть нашего приложения. Снова воспользуемся утилитой O-Tool. В этот раз поставим большую L и увидим здесь кучу разных зависимостей. цепь Core пригляд и цвета, UIKit, Foundation, Objective RunTime и в том числе будут две наши библиотипы LipA и LipB. У них вначале будет вот такой ARPATH. Что это такое? ARPATH это такая штука, которая может экспендиться в несколько разных путей. Давайте я покажу, что это могут быть и пути. Для этого снова воспользуемся O-Tool с маленькой L. Ставим путь опять до 0 и поищем вот такую отфильтруем output O-Tool по header LC ARPATH и увидим здесь, что ARPATH будет экспендиться в executable path slash frameworks. Executable path это путь до исполняемого файла, где бы он там не лежал. А папочка frameworks это собственно папочка вот это frameworks внутри app bundle. Вот он. Давайте закрываю все лишнее. Как это задается в build setting? В build setting для этого есть специальные опции называется LD runpath searchpaths. Вот он. И собственно мы здесь видим как раз то же самое, что мы увидели внутри бинарии. Код build он передаст путь к линкеру. Окей. Давайте теперь попробуем запустить наше приложение и посмотрим что произойдет. Запускаем и видим, что у нас падает dvld. Почему же он упал? Поскролим и увидим, что dvld смог найти библиотеку B. Говорит, что image not found. Посмотрим и действительно в папочке frameworks внутри app bundle библиотеки нет. Самая частая причина почему вы столкнетесь с такой ошибкой это вы просто забыли настроить копирование для библиотеки которая у вас не находится. Но есть всякие кетч-пейсы, когда вы пытаетесь слинковаться с системными библиотеками, может быть вам придется указывать какие-то другие пути до папочек с приватными премьерами при помощи вот этого флага ld run path search path который я чуть раньше показывал давайте сюда скопируем наш фреймворк и посмотрим действительно ли проблема в этом вот он пойдем и вот сюда в папочку frameworks возьмем и скопируем фреймворк теперь пойдем в xcode и сделаем run without building в таком случае если мы нажмем run without building xcode прям запустит app bundle как он и есть так и запустит это может быть очень удобно если вы дебажите CI не build у вас на CI собирается app bundle вы можете его скачать кинуть себе в derive data у вас может вообще ничего другого там не быть и xcode нормально запустит проект который у вас был скопилен главное чтобы он был под симулятор окей пробуем запустить все видим что приложение не падает и вот в консольке у нас здесь выводится название библиотеки если вы немножко запутались и у вас там голова взрывается от этих search path я вам очень рекомендую это самостоятельно повторить у вас все в голове уляжется там на самом деле ничего сложного вообще нет окей поговорили про линковку давайте поговорим про самое важное это output линковки что мы получаем в результате линковки для этого свечем на презу и поговорим с вами про мако не про мако про вот это мако-тайп что это такое мако-тайпов их вообще целую кучу есть разных не только эти четыре но xcode работает в основном вот с этими четыре что такое executable тут все просто это вот основное исполнение файл в котором у вас обычно лежит либо в делегат либо вообще функция main это называется executable он обычно лежит внутри app-бандла потом идет динамическая библиотека динамическая библиотека это обычно какой-то под который линкуется он-тайме самый часто он линкуется на старте еще даже до того как запустился ваш мейлер и там обычно лежит какой-то кусок логики вашего приложения потом идет статическая библиотека что такое статическая библиотека это на самом деле просто архив с объектниками которые потом линкуются во что-то другое смотрите что тут важно статическая библиотека и статический фреймворк они сами по себе не линкуются вы не увидите когда собираете статическую библиотеку ошибок линковки но если ваша статическая библиотека зависит от чего-то то это понадобится во время линковки того куда будет линковаться статическая библиотека чаще всего статические библиотеки они либо линкуются в динамической библиотеки либо в исполняемый файл. Что еще важно? Вы когда линкуете статическую библиотеку, она должна попасть только в одно место, либо в динамическую библиотеку, в одну, либо в исполняемый файл. Если она в два места попадет, то вы увидите такие ошибки, которые будут говорить вам, что символ найден сразу в двух библиотеках. Поэтому я думаю, что многие так видели, что когда D-Wild на старте ругается. Вот это происходит, потому что статические символы попали в две библиотеки одновременно. Окей, и что такое Loadable Bundle? Самый загадочный тип, который очень похож на динамическую библиотеку, но его при этом нельзя импортировать. Для чего же он тогда нужен? Самый частый кейс, в котором вы столкнетесь с Loadable Bundlem, это тесты. Вообще любые тесты, которые вы запускаете, они запускаются внутри Loadable Bundle. У Loadable Bundle есть два важных билд-сеттинга. Testhost и Bundle Loaded. Testhost – это то, где запускаются наши тесты. И вот эта настройка Host Application, она как раз устанавливает Testhost. Если вы укажете ваш исполняемый файл, то тесты будут запускаться внутри исполняемого файла. Xcode там специально хитрый клей встроит, который вместо того, чтобы запустить ваш main и начать рисовать UI, будет запускать юнит-тесты. Если вы ничего не укажете, то тесты будут запускаться внутри процесса XC-теста специального. Он внутри Xcode лежит. Потом есть второй важный билд-сеттинг, который называется Bundle Loader. Bundle Loader позволяет импортировать ваш исполняемый файл, как если бы он был библиотекой, и таким образом написать тесты на логику, которую у вас прямо внутри исполняемого файла лежит. Эта фича специально для Loadable Bundle придумана. Вот эта галочка Allow Testing Host Application APIs она как раз сетит Bundle Loader, равный тест-хосту. Если вы сделаете тест-хост и Bundle Loader, вы сможете запускать свои тесты только внутри своего приложения. Не пытайтесь их допустить в каком-нибудь другом месте, потому что иначе тесты ваши просто упадут. И еще пару слов про тест-хост хочу сказать. Если вы собираете тестовые бандлы с одним тест-хост, они почему-то не собираются параллельно. Я не знаю почему, мне кажется, что это баг в системе сборки X-кода, но имейте в виду, вы немножко потеряете времени. Вот я здесь Авито собрал, и видно, что с тест-постом наши тестовые бандлы параллельно не собираются. У нас есть специальный нашелкоскоперный раннер, и он позволяет запускать тесты, даже несмотря на то, что они... То есть мы можем запускать наши тесты внутри Авито, даже несмотря на то, что они собраны без тест-поста. Может быть, вам будет интересно. Посмотрите. Я еще оставлю ссылочку на доклад моего коллеги Влада, где он рассказывает про то, как им все устроено, и для чего он может вам пригодиться. Окей, давайте еще по дебаггингу. Про дебаггингу быстро поговорим. Что тут есть важно? Есть вот этот GCC Generate Debugging Symbols. Он вообще никакого отношения к GCC не имеет на самом деле. Он контролирует, будет ли клайн из VFT класть дебаг в ваш объектный файл. Если вы его включите, у вас дебаг будет. Отключить дебага не будет. И потом важный второй флаг – это дебаг информационный формул, который, если вы посадите двар в путь дсим, будет перекладывать дебаг из объектных файлов в специальный бандл дсим. Более того, экспод будет вызывать специальную утилиту, которая называется dsimutil, и вот она этим занимается. Это, конечно, не бесплатно. Я по бенчмаркам на нашем проекте, и сборка замедляется где-то на 15%. Так что если вы в каких сценариях можете дебаг отключить, например, на сиайной сборке, отключайте его, и у вас получится небольшой прирост. Но должен вас предупредить, что если вы забудете сохранить объектники или несколькими дсим в релизном билде, то вы потом останетесь без дсимуликации, в решении впрочем. У нас такое случалось, к сожалению. Окей, мы поговорили про целую кучу билд-сеттингов. Давайте еще поговорим о том, где они хранятся. Я там заготовил специальный скриптец. И он покажет все x-спеки, которые есть внутри моего x-код. Вообще x-спеков, их есть целая куча разных. Они специфические код-платформы, но самые интересные x-спеки, они хранятся, сейчас вы увидите, в таком бандле, который называется x-код-3-код-ид-плагин. Давайте в этом x-код-3-код-ид-плагине поищем product-module-name. Я покажу, как он трансформируется в вызовы компилятора. Product-module-name работает одновременно и для клан-компилятора, и для свистового компилятора. То есть вы указываете одно, модуль называется один модуль. Видим, что вот x-спек кланга, и у него product-module-name превращается в такую конструкцию, f-module-name равно product-module-name. И если мы сейчас пойдем в build-log и поищем там какую-нибудь компиляцию через кланг, ну, например, вот этот, кстати, файл, vr.c, x-код-3-код для вашего хэдер-файла, когда вы фреймворк создаете. Вот, собственно, f-module-name. И давайте чуть подробнее посмотрим, что там для свиста делается. Я предлагаю прямо открыть x-спек. Поищем здесь product-module-name. И увидим, что есть какая-то настройка swift-module-name, у которой дефолтные значения это product-module-name, которое вот во что-то очень похожее, как и для кланга превращается, задает модуль-name для свистового модуля. Давайте вот попробуем этот swift-module-name поискать в x-коде. Пойдем в build-setting. Ищем swift-module-name, и здесь ничего не будет. Здесь ничего не будет, потому что эта настройка, она спрятана от нас. Давайте я покажу, как ее отрисовать в UI. Закроем проектный файл. Закроем x-код на всякий случай. Для того, чтобы ее отрисовать, достаточно ей проставить категорию. Причем категория может быть вообще любой. Она не должна быть реально существующей. Давайте назовем ее mycadding. Сохраним x-спект. И откроем еще раз пример. И теперь видим, мы фильтруем swift-module-name. Swift-module-name у нас отрисовался в UI, и мы видим его значение. И теперь, если вам по какой-то причине нужно задать отдельное название для кланг-модуля, для отдельного названия для swift-module, вы можете сделать это как раз через вот эту настройку. Еще хотел одну прикольную вещь показать. Я пока искал, готовился к презентации, нашел одну интересную штуку. Какие-то чуваки написали прям поддержку Kotlin'а внутри x-кода, свой собственный ID-плагин с access-пеками, так что можно даже так. Но должен вас предупредить, это все на reverse engineering работает, вы официальной документации для ID-плагинов не найдете. И насколько это вообще живой проект, я не уверен. Окей, давайте напоследок я расскажу вам, как мы меряем перформанс и будем закругляться. Чтобы рассказать, как мерить перформанс, я сначала расскажу, как мне нужно мерить перформанс. Для начала, до недавнего времени, мы использовали баш-скрипты в build-фазе. Сейчас я расскажу, как это выглядело. У нас были руби-скрипты, которые вставляли баш-скрипты в каждый таргет, по баш-скрипту в начале и в конце. И потом эти баш-скрипты весь свой output писали в один файл. Это было вообще супер неудобно, не очень расширяемая тема. И мы давно хотели от нее избавиться. Вместо этого мы немножко по reverse engineering, как x-code build работает. Это можно сделать при помощи хопера, например. И нашли две таких интересных настройки. Первое – это вот это command-line-build-timing-lock-layer. Вот кто-то спрашивал, много ли занимает работа самого x-code. Вот этот флаг, он позволяет понять, там он выдает такой summary, из которого можно понять, сколько x-code потратил на свою внутреннюю логику. Я советую его самостоятельно запустить с x-code build-дом из консольки, и вы все увидите. Вот так вот его сетишь. В чем минус этого флага? Когда он в конце x-code build-а выклевывает вам вот этот summary, из summary будет непонятно, будет понятно, сколько каждый таргет компетился, линговался и так далее, но будет непонятно, в какой абсолютный момент времени это происходило. И для построения трейсов это не очень подходит. И есть противоположность этого флага, это NF-XE mid-time trace. Он ровно наоборот, говорит вам с абсолютным временем, что когда там компиливалось, линговалось и так далее, но становится непонятно, к чему эта компиляция, к какому таргету она принадлежала, к какому таргету принадлежала компиляция, линговка и так далее. И мы сначала думали их скрестить, но потом нашли вот такой-то узу. Кто-то спрашивал, как трейсы строить. Вот мы строим наши трейсы теперь при помощи XC-Log Parser. XC-Log Parser, он процессит XC-Activity Log. XC-Activity Log это то, что вы видите, когда заходите в репорт навигатор. Вот все, что там, каждый билд, который там есть, это XC-Activity Log. И, собственно, из XC-Activity Log можно понять самую актуальную информацию о том, что у вас как-то собиралось, компилировалось, линковалось, там прям можно на разных уровнях либо по таргетам построить, либо по деталям сборки таргета. Хорошая штука, очень рекомендую вам ее испробовать. У нас есть еще небольшой постпроцессинг для XC-Log Parser, который по трейдам отрисовывает, что когда исполнялось. Собственно, все. Окей, на этом у меня все. Вам большое спасибо, что слушали. Я надеюсь, что примеры, которые я вам показывал, они будут для вас полезны. Я оставляю вот репу с примерами и гист с примерами, всякими ссылками. Репу с примерами я не выложил, я ее сейчас вложу. И ссылка на вот эту презентацию, если она вам для чего-то понадобится. И по QR-коду можете все же самое эти ссылки найти. У меня все. Спасибо. Очень круто. Ставьте плюсики тем, кому понравилось. Хлопайте в ладоши. Делайте все. Вот. И на самом деле у нас прям очень мало времени осталось для вопросов. Одна минута и 19 вопросов при этом. Ну, я на самом деле думаю, что мы можем задержаться минуток на 10. Вот. Если там кто-то хочет бежать, может бежать. И да, у нас есть человек, который даже без предупреждения хочет ворваться и спросить голос. Это Иван? Иван, ты в эфире? Иван, тебя меня не слышно. Ты можешь не включать камеру, это не обязательно, а на микрофон нужно включить. Он передумал. Ну, ладно. Мог бы получить подлодка Коины. Если еще... Так, есть еще пара людей. Давайте по очереди, как в списке у меня отображаются. Не хруп. Всем привет. Привет. Слышно? Привет. Огромное спасибо. Сессия просто шикарная. Для меня это все новое. Я вот что хотел спросить. Я такая небольшая педистория. Я сам по себе самолучка. И вот все, что новое, я изучаю, это получается, я изучаю по мере надобности. То есть, там какая-то сложная задача, не знаю, как сделать. Гуглю, нахожу решение и изучаю. Вот второй день вижу столько многого. И мне хочется узнать, как до этого дойти. из задач, которые у меня сейчас есть, я не знаю, как это все находить и как это изучать. Типа, есть какой-нибудь роудмэп, либо какие-то, не знаю, материалы, по которым можно найти вот такие классные штуки и разбираться уже в них. Насчет роудмэпы не уверен. Наверное, самую рекомендацию, которую я могу дать, это посмотреть какие-нибудь опенсорсные проекты и в них поучаствовать. Взять все, что угодно, что тебе интересно, связанное с iOS-разработкой и просто поучаствовать. Ты море информации узнаешь, можешь попробовать поконтрибьютить в какой-нибудь ситлин, там очень много всего связанного с отборкой, в CocoaPods, полным-полно у них всяких задач, и тоже много всего связанного с отборкой. Вот эта вся информация, которую я здесь рассказываю, я ее узнал буквально за последний год. Ясно, круто, спасибо огромное. Там, кажется, еще есть Жень, ты замьючен. Я замьючен, блин, я хотел сказать, что я добавляю следующего слушателя, это Артем, Артем, ты в эфире. Всем привет, как меня слышно? Супер, я тебя слышу, привет. Да, Тимофей, спасибо большое за доклад, очень интересно, не все понятно, примерно половина всего более-менее понятно, и это то, с чем я сталкивался, но хотелось бы узнать, такой вопрос, я его не писал, не знаю, вот как его точно сформулировать. Смысл в том, что я сейчас работаю над проектом, в котором нужно опционально при билде в Store подгружать динамические модули. фреймворки, которые будут использовать условно говоря, контакты, возможно, BLE, возможно, NFC, и смысл в том, что платформа позволяет подготовить сборку к публикации в Store, но не всем эти возможности нужны, не все могут оправдать это при залье в Store. Вот я хочу узнать, куда смотреть, чтобы, скажем так, динамически подгружать их, уже собранные фреймворки, динамически подгружать их для хост-приложения какого-то, как бы это сделать. Я смотрел вариант с DL Open, но не очень это, так сказать, на мой взгляд, не очень удобно. Может быть, я не до конца просмотрел это. Вот такой вопрос, понятный? Да, 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 мне кажется, я понял твой вопрос. Есть, кроме DL Open, есть еще apiha bundle или NS Bundle, в обжисти все называются. У него есть метод load, он на самом деле под капотом дергает тот же самый DL Open. Наверное, с Bundle будет чуть проще работать, если честно, мне кажется, других apiha для того, чтобы подгружать динамические зависимости не существует. Не уверен, но мне кажется, не существует. Так что, либо bundle load, либо DL Open. Окей. Окей, хорошо, спасибо. Жень, мне кажется, опять замешиваю. Да, блин, у меня то там, то там кнопки занимает. Я хотел сказать, что если кто-нибудь хочет еще ворваться, можете поднимать руки. Но пока кто-нибудь думает, я предлагаю еще вот 6 минуточек буквально поотвечать на вопросы в таком формате блица, то есть вопрос-ответ побыстрее. самый залайканный вопрос это в чем кортеж и SPM уступают CocoaPods в плане сборки зависимости. Я не использовал, если честно, продакшен, ни разу. Кортаж. Так, в чем SPM и картеж уступают CocoaPods? Про картаж не могу сказать. Про SPM его просто очень тяжело для iOS юзать. Насколько я знаю, это можно сделать, но придется поизвращаться и скорее всего придется еще какую-то логику поверхность чтобы скрестить SPM с iOS разработки. CocoaPods там просто из коробки уже целая куча всего работы и это, наверное, главное его преимущество. Есть какие-то проблемы со скоростью сборки CocoaPods, но они на самом деле решаемые. Во-первых, CocoaPods есть рекомпуляция таких зависимостей. И во-вторых, если вы модулизацию правильно сделаете, то у вас при инкрементальной сборке не все зависимости нужно будет собирать каждый раз при изменении. Так что, если честно, не могу прям суперкомпетно ответить на этот вопрос, потому что мы используем CocoaPods и основной опыт у меня с CocoaPods. Но надеюсь, что это было правильно. я слышал, что основная проблема всех менеджеров, кроме CocoaPods, в том, что они с Monorep плохо работают. То есть, им гид нужен, чтобы фреймворк сформировать, а вот так просто на папочку их не натравить, в отличие от того же самого CocoaPods. Ну, я не знаю, как мы спаем с этим. Ладно, давайте следующий вопрос. А что делается в анализ? Типа, в сети малой информации, вот Артем туда SwiftLine добавляет, при обычном билде он не срабатывает, а когда он запускает анализ, то срабатывает. Что происходит во время анализ? Мне очень стыдно ответить на этот вопрос, но, если честно, я никогда не пользуюсь анализ. Если честно, я не смогу рассказать что-то конкретное. Ну, окей. Кажется, по мотивам этого можно запустить хэштег «Мне не стыдно». Мне не стыдно, да-да-да. Самое главное. Расскажите про что-нибудь, я сам не знаю. Это нормальная история на самом деле. Так, окей. Следующий вопрос от Андрея. Смотрели ли вы на Twist, кажется, эта штука читается для генерации сход проектов с лифтовых конфигов. Там есть еще Xcode конфиг, по-моему, называется тоже тулак. Мы хотим переехать на что-то, чтобы быстрее генерить проект и генерить проект так, как нам нужно. У Twist как раз есть библиотека Xcode Продж, который я в начале упоминал, она позволяет супер низкоуровнев работать с проектным файлом. У нас достаточно много всяких специфики, чисто наши, всяких utility модулей, которые мы генерим для каждого продуктового модуля, в котором лежит продуктовый код. И, возможно, мы вообще будем какое-то самостоятельное решение писать, допустим, дописывать тот же самый Twist, либо вот что-то чисто на Xcode Project или есть. Окей, есть еще следующий вопрос про тесты. Видимо, это было очень популярной секцией для вопросов. Смотрели ли в сторону тест-планс, которые появились в Xcode 11? Я лично не смотрел, в последнее время не очень много тестов занимаюсь. Наш, насколько я знаю, Emcy поддерживает все те же самые фичи, которые есть в тест-плане. Но, к сожалению, про тест-планы ничего не смогу сейчас рассказать. Окей. Следующий вопрос тоже обширный от Максима. Можно на часть из него ответить. Пользовались ли вы UpCode? Насколько он быстрее или дольше билдит, чем Xcode? И какие вообще существуют отличия от Xcode? Я не пользовался. Когда-то очень давно я UpCode пользовался. на последнее время не смогу рассказать. Я тут кратенько хочу сказать, что он билдит дольше. Они утверждают, что дело в том, что билд-система, которая в Xcode зашита, это немножко не та же система, что доступна извне. Поэтому типа Apple вставляет палки в колеса. Вообще там очень крутой редактор, который не совсем работает. Но это если кратко. А вообще лучше поставить и попробовать, конечно же. следующий вопрос от Максима. Есть ли примеры оптимизации запуска проекта с SPM? Пример оптимизации запуска проекта с SPM? Нет. Не боюсь, что нет. Но, если честно, система ускорения запуска, она никак, мне кажется, не зависит от того, какой менеджер зависимости вы используете. Мораль в том, чтобы как можно меньше кода запускать на старте и как можно больше кода запускать при помощи отложенного, при помощи bundle load или диалога. И на старте у вас должно быть как можно меньше динамических предметов. Посмотрите доклад Тимура, он рассказывает, как именно мы отбиваемся, как шарим код. Посмотрите доклад Тимура, будет все сильно понятным. Окей, ладно, давайте два последних вопроса. Все, они еще и меняются с лайками, но я припоминаю, какие были. Первый это как собирать под разные платформы ARM или x86 одновременно в разные аутпуты? Как собирать? Мне кажется, старый вопрос, возможно, это вот было к тому, что там файл аутпут имеется в виду, но я могу ошибаться, конечно. Игорь, ты можешь там по-быстрому дописать контекста немножко. Ну, вы вообще, когда выбираете под какой таргет вы собираете приложение, у вас автоматически будут собираться разные архитектуры? Ну, да, автоматически вернуться, ничего для этого специально делать не нужно. Ну, да, он дописал, что это было профайл, аутпуты. Ну, ответили уже, окей. И последний вопрос на сегодня. Остальные вопросы, я напоминаю, я скопирую и перенесу в канал спикера. Он есть в Slack, и там вы можете задать еще дополнительные вопросы. Ну, и вот эти все тоже не потеряются. Итак, последний вопрос от Андрея. как решать проблему с задвоенными статическими библиотеками в двух подключаемых сторонних библиотеках. То есть, несколько либ используют одну статическую библиотеку, а также под кейс статик либо разных версий. Это решается просто достаточно. Вы берете, создаете, можете создать пустую динамическую библиотеку, пустой фреймворк. Этому фреймворку во плаве клинковки нужно указать all load, такой флаг специальный, который скажет к библиотеке, даже несмотря на то, что она не использует символы из статических библиотек, все равно их в себя загрузить и экспортировать их символы. Потом подрубаете статическую библиотеку к этой динамической библиотеке и линкуете динамическую библиотеку к двум динамическим библиотекам, которые линкуются с вашей статической. Сделать такой автоматический в системах типа SPM и CocoPots скорее всего не получится. Вам придется немножко поковыряться по флагах линковки и компиляции. Во-первых, придется убрать search paths из компиляции и линковки вот этих двух либ, которые зависят от статических, потому что иначе она автоматически проникуется при помощи автолинковки. И второе, придется разделить компиляцию и линковку. Если я могу более конкретно текстом поведеть, как это сделать, можно в чате написать, я расскажу. Окей, я там сейчас как раз переношу вопросики и почти закончил это дело. Можно так, что будет переместиться и продолжить дискуссию там. Да, вот все вопросы теперь у нас в канале со спикером. Ну что ж, спасибо, это было очень познавательно. Я так точно много я узнал. Напишите плюсики, если вам тоже понравилось. И сразу скажу, не забывайте перейти в Slack, в канале анонсмент, там запущено голосование, оставьте ваш фидбэк, нам он очень важен. Ну, на этом, наверное, все. Сейчас я буду завершать официальную часть. Всем спасибо. Так.